ребята всем привет сегодня иду в театр приглашена подушками и дотянула приглашена давно знала что билеты давно дотянула во первых не знала какая бы погода так мысленно так себе представляла что я одену ну и теперь я иду в красивом белом платье и в общем то у меня нет с собой взять в руки есть обувь решено что я буду а что я возьму в руки в театр ну это должно быть что ключик телефончик и денежки и и все это же не должна быть торба у меня всегда торбы и я вчера уже до двух часов ночи сейчас быстро показываю тут же понимаете нужно все это совместить с теми идеями которые у меня были и с теми мыслями как и материалами и в общем то все 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 в кучу и что-то хотела порассказывать и ничего не порасскажу сегодня никаких не рукодельных историй не будет показываю кто помнит кто помнит что у меня тут происходило помните блузку я не могла с ней расстаться голубая ну как я могу тут видите и море и небо а мне все нужно и в общем то кто помнит вот эту рубашку и что я вчера вояла ночью просто съемка видите как у меня свет горит раннее утро солнце а ну не совсем уже ранее конечно гляньте какая красота получается и мне нужны косметички и мне нужна маленькая сумочка и в общем то это будет вот так сворачиваться видите как красиво обыгрывается вот те кружочки на той ткани и мой фатин и что я придумала здесь я фатин поставила только солнце усилить гляньте какой там сидит тигрун тигрун леоперт леоперт такая двухсторонняя будет но эту я с тобой не возьму я просто сразу показываю ну там есть в предыдущих видео как я собираю свои пиццы здесь здесь мало слоев здесь основные слои это только то что будет в прослойке потом еще и потом еще буду ставить до использовала клей нормальный клей который я дешевый купила я вам показывала его тоже в прошлых по хвостушках ну вот получается одна основа вторая которая мягонькая потом это основная ткань голубая ну и тут рисунок тут больше ничего не нужно и органза собственно здесь фатин в два слоя бордовый и не могу уже сколота не могу ну понятно так дальше сейчас я попал попалась мне вот такой кусок шторы льняной у мамы где-то был даже не знаю откуда взялся и я его собрала вот таким образом здесь несколько слоев я вырезала именно вот эти красивые развороты которые похожи на мандалы и я их сюда то есть я положила сначала кусок а потом уже добавляла в разных местах ну чтобы веселее было то получался вот этот рисунок и вот этот а здесь просто такие вот большие куски там то серый то бледно зеленый получалось некрасиво и так точно также слои вот лен потом то плотная прослойка потом вот этот слой потом те нам положила кусочки потом вот он бордовый фатин очень интересно он усиливает цвет какие-то цвета фатина бледнее дело какие-то наоборот усиливают и я вот методом втыка и органзу ложу то золотую то более такую бронзовую то лиловую но здесь такая более золотая такая болотно золотая скажем так и вот заполненный телефон еще оказался где-то там прервалась по моему по моему я закончила рассказывать вот про этот свой косметичка про этот свой косметичка так вот это этот цвет больше всего подходит мне под мой общий наряд если все получится я успею сделать и я все покажу уже не настроила камеру как следует чтобы она стояла и третий третья заготовка третий блок вот такой загадочный денежный денежный цвет такой прям получился здесь я фатин а да сейчас я расскажу здесь у меня зеленый фатин здесь я зеленым фатином усилила я знаете как густоту цвета добавила яркость может быть немного ушла на такая размытая светлость ушла я добавила густоту очень интересно играть цветами я фатин купила для других целей ну и как бы для этого поэтому пока использую так ту идею которая была она ну пока она у меня еще сырая в голове поэтому я ее еще не использовала здесь я положила бордовый фатин вот этот вот этот видите какой он тоненький смотрите как он интересно усиливает цвет как будто бы светофильтр очень интересно а там где я положила зеленый даже зеленый не синий конечно зеленый тоже вот тут я положила зеленый тоже видите видите как интересно ну все сейчас я прошу прощения мои любимые клиенты я рада когда звонят это очень хорошо так вот видите какой он красивый опять же я слоника собрала из двух частей я пока что использую только разрезанных слоников это я тоже собрала от слоника там вокруг него обрезанный орнамент и видите как он красиво собрался тут 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 44 разные ткани собраны 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 в один рисунок когда я сделаю стежку каждый из этих рисунков он усилится размытость немножко исчезнет в общем все я переставляю на стежку будем стягать вместе ну что пишет пишет все я перевожу на руки и просто с вами делаем стежку смотрим буду сейчас думать какой ниткой какой он конечно она всегда понимает когда включена камера всем привет подписывайтесь на канал заходите в гости к лаки у нас есть у нас есть плейлист про собачек она очень активно она очень понимает когда ее снимают она сразу принимает позу в настоящая женщина сразу замирает видите и еще она любит делать серую шейку я ее отбегаю она ко мне да мы только вот так сюда мы только вот так сюда все начинаем стежку как всегда я начинаю из средины здесь я поставлю золотую ниточку здесь я поставлю золотую ниточку яркую золотую ну все с богом как говорится все здесь узор совершенно не сложный поэтому я его так просто легко легко обвожу каждый раз собираюсь ставить на изнанку другого цвета нитку когда у меня уже это черная черный этот пушистый уплотнитель закончится вытаскивает вытаскивает делает контур черный представляете ну ничего он потом как-то странно уходит сначала есть а потом его нет так мне нужно посмотреть куда пойти дальше я конечно стараюсь минимально пересекать строчки если это нужно вернее как бы сказать пересечения делаю только тогда когда это уже совсем не избежать тогда когда она не забывать доставать иголочки повернуть не забывайте что можно вертеть не забывайте что можно вертеть вертеть можно иногда даже необходимо ай вчера я в час ночи начала я не знаю около того днем очень устала прилегла ходила постриглась сегодня в театре тебя тянула побежала постриглась день соответственно был хороший я стремлюсь кто знает кто помнит глядя на луну стригусь глядя на луну потом прибежала домой покрасила волосы бегала по жаре ездила в сити прибежала сделала стрижку сделала покрасну дома стрижку стрижку зашла к девочкам покраску сделала дома сама думаю дай я прилягу передохну вы знаете передохнула сейчас он как вырубилась я потом себя в 8 часов еле подняла понимаю что куча у меня еще дел пока я пришла в себя уже около 12 ну я конечно что то делала но для меня если я не поработала в смысле не пошила не повязала и не повышивала там чего-то не по не позанималась творчеством честно вам скажу это всю жизнь меня так это для меня день пропал это я ничего не делала это я занималась ленью поэтому где-то в районе 12 я поняла что я должна оторвать свою драгоценную дивана и все-таки на благо Рудины что-то сделать потому как мне еще сегодня вот стянут а я не знаю что я в руки возьму куда положу свои ключи сюда я положу свою грудную помаду не знаю там кошелек поэтому я подняла свою драгоценную ну а что я буду опять отвлекаться я привыкла знаете вот я как то так делаю всегда работаю ну если какое то свое там такое творчество я люблю делать параллельно сразу несколько оно так и быстрее я не знаю интереснее я вообще люблю быстро все делать я всегда продумываю как сделать что-то что я делаю и ускорить процесс поэтому естественно я сразу стала делать три изделия за раз собирать ну уже снимать сборку не стала я объясняла по какой причине ну вот стежку хочешь не хочешь придется конечно делать по очереди мне очень жаль что выходит что ткань выходит красота выходит за пределы основного размера ну у меня всегда так потом буду что-то думать когда начинаю делать красоту я сразу делаю много красоты вы знаете счастья много не бывает я не знаю или это не сложные проекты у меня или я уже просто так набила вообще в принципе если достаточно регулярно делать не скажу что часто но достаточно регулярно вы знаете так набивается рука во всяком случае у меня пожалуйста я уже стираю буквально это у меня сломанная лапка я ее реанимировала вообще лапку если вам видно а это нужно повернуть это нужно повернуть камеру в другую сторону ну когда нибудь я покажу это срезанная лапка я ее срезала но срезала не потому что я так хотела а потому что произошла авария и нужно было ее реанимировать это уже моя вторая сломанная лапка в ной не дешевая я вам скажу удовольствие ломать лапки ну по другому как показывает практика не научишься когда я валяла я иголок сломала мало но лучше б я ломала честно говоря иголки чем б я прокалывала пальцем но всегда что-то страдает когда учишься поэтому пусть это будет инструмент они предметы вашего туловища как сказать так что вот так практически половина у меня уже стежки сделано половина стежки у меня уже сделано так ой правда ну очень красиво не забываем доставать иголочки чтобы не повредить нашу помощницу машиночку чтобы не отлетела никуда куда не надо рисунок не сложный главное следить чтобы главное следить чтобы не прерывалось движение чтобы не била машинка бесцельно на одном месте это очень важно от этого портится и иголка и машинка расход нитки я молчу потому что это так или иначе происходит вот сохранность вашего инструмента и я я бы посоветовала знаете вот как я делаю все таки размер вашего полотна чтобы заходил дальше чем чем предполагаемое изделие не знаю как бы это сказать мало того что дается усадка само изделие во время стежки дают усадку так кроме этого еще может ну знаете даже просто что-то перекоситься и чтобы у вас был разгон разгон ткани исправить подравнять подправить хотя я достаточно ровно все ровняла но когда сумку я делала очень большой что в итоге получился перекос ну два сантиметра я считаю достаточно большой перекос поэтому мой вам совет сейчас я делаю обходку в контуру прохожу где может быть подумаю что не достигала у меня здесь еще есть пропуски да и наверное я не буду сейчас браться сразу параллельно делать те две потому что это будет это будет неправильно я бы сделала но все помнят что я опаздываю уже мне нужно будет собираться приводить себя в порядок наводить красоту легкий макияж сделать все таки такое мероприятие я иду в театр я очень рада что моя знакомая пиятельница обо мне позаботилась мне очень приятно Светочка она у меня подписана она моя подписчица она моя фанатка я дружу с ее мамой мы работали вместе ну и так вот я еще передалась по наследству к Свете к дочери своей бывшей сотрудницы и мы поддерживаем такие редкие но теплые отношения у нас я очень рада и благодарна девочкам что они меня не забывают я всегда могу за советом к ним обратиться это те люди которым я очень доверяю тоже у меня не много таких людей но я думаю у каждого таких именно людей не так уж и много которые называются друзья и по жизни становятся тебе близкими людьми у меня очень мало родственников у меня только дочь и сын внук и мама моего внука которая со мной дружна которой я тоже очень благодарна что она заботится обо мне помнит обо мне я их очень люблю ой красиво все стежку закончила сейчас быстро ровняю посмотрите какая красота мама дорогая простите что так не совсем может быть удачно показывала я сейчас перенесу камеру и покажу ой ребятки решила не бегать туда-сюда с камерой обрезать обрезала то есть ну что там показывать вот такая красота получается вот такая у меня есть молния я ее сейчас проутюжу ой простите нет не тупо думаю что я показываю какое-то убожество вот у меня есть металлическая классная молния она очень подходит на камере она как белая но она на самом деле такая знаете кофейная и моя тесьма показываю сейчас я все это обрабатываю и на чехол еще нужно поставить сейчас быстро чехол ставлю идеально лег кусочек у меня был посмотрите какой красивый идеально лег размер все я приступаю я приступаю очень очень быстро нужно очень жаль что у меня нет еще более широкой тесьмы золотой она конечно очень нежная очень нежная но в случае так стоп будет лучше если я ой господи что ж такое простите я сейчас очень быстро делаю обтачку по краям и именно сначала бока а потом уже те стороны которые на которых пойдет молния пришиваться для того чтобы ну вдруг я подумала что вдруг это будет выглядывать там не так как нужно край поэтому лучше я лучше я отрежу и заделаю сначала боковые стороны а уже потом а уже потом те стороны где будут пришиваться вшиваться молния поэтому походу переиграла я ж не швея не профессионал я любитель как многие из нас но очень люблю рукоделие и моя цель показать что это не страшно что это очень увлекательно иногда даже полезно но в любом случае очень классно если вы не боитесь и не ждете когда вы там научитесь как великий профессионал ну это может не всегда случиться смотрите прикрепляю я обычным ровным тесьмом чтоб уже тесьма никуда не сдвинулась потом подровняла край чтобы красиво чтобы красиво подклад лег и сейчас трикотажным прерывистым зигзагом я уже отстрачиваю как бы подготавливаю как это сказать к сборке я уже так спешу у меня прям честно говоря дрожат руки ноги я даже не знаю сколько уже времени а мне нужно еще перекусить хорошенько плотненько чтобы я там не сидела и два часа не думала о пище так как я практически практически не ем мясо ем все очень постно но очень часто думаю о еде это вот такой побочный эффект как сказать но с другой стороны самочувствие тоже изменилось поэтому конечно каждый для себя выбирает как он будет питаться и как он будет потом жить после этого питания все больше я убеждаюсь что с возрастом люди начинают более трепетно к остаткам своего здоровья своей красоты относиться внешнего вида своего поэтому вот дочь моя молодец она на чужих ошибках учиться а не на своих собственных посмотрите какая красота уже получается как в обложках ничего сложного сейчас я отстрачиваю вот эту сторону красиво приделываю замок собираю показываю съехала съехала камера ой-ой-ой ой-ой-ой по-моему наснималось что-то по-моему не выключилось ну да ладно будем монтировать по мере возможности мне самое главное сейчас нужно продумать как я прицеплю сюда что-то наподобие ручки потому что это не совсем косметичка мне это нужно нести как-то прилично в руках как-то прилично нужно нести это в руках поэтому поэтому я еще не думала как я сделаю какую-то такую петельку цепочки никакой у меня нет уже поздно об этом думать и говорить нет так нет ну придется что-то по ходу быстро-быстро думать булки разбросала все подряд кругом так ну все сейчас я перестрачиваю не стала переносить туда-сюда камеру показываю ну практически идеально сейчас я запарю слегка идеально можно сказать оторочка получилась сейчас я обработаю замок покажу как я его обработаю краешки чтобы это было красиво и приглядно ну все-таки думаю как я буду нести что-то у меня почему-то отключается камера не знаю что я засняла смогу посмотреть уже когда закончу прошу прощения за некоторые неудобства вшить я вшила внешне это выглядит очень даже привлекательно но с каким трудом я нарушила поцарапалась я нарушила технологию и конечно немного из-за этого пострадало качество вставления молнии вшивания красиво обработала края и перепутала нужно было этот край не обрабатывать который раскрывается вшить молнию а потом уже обрабатывать и когда одну сторону вшила поняла это и распорола не ту сторону сейчас буду красиво опять наводить порядок на замочки на молнии и осталось вшить бока ну естественно петельку какую-то петельку за которую я буду держать свою сумочку исправила я положение ну конечно скажу я вам вот когда делается все вовремя ой простите шатается мои подписчики меня простят хейтерам как раз на руку конечно когда делается все в правильное время как бы это сказать это хорошо когда это все делается уже в попыхах исправления положения это не есть хорошо сейчас у меня дилемма как мне собрать бока я наверное прям вот так по по лицевой стороне их наверное соберу десна мне хотелось бы придать форму в этой части поэтому я сейчас подумаю как это сделать хочется объем для сумки смотрите что я сейчас делаю я вывернула наизнанку и строчкой зигзаг стык в стык стык одна одна сторона иглы как бы ряда шла в эту сторону а второй прокол шел вот сюда один на край один вот сюда это я видела у Анны полковниковой очень хороший способ соединения сумочек и косметичек смотрите что я придумала я сейчас репсовую ленту обворачиваю с этой своей люрексовой ленточкой делаю вот такую тесьму и покажу как я ее прикреплю не нашла я золотого колечка это нужно небольшое золотое колечко в общем я покажу как я вышла из положения ну что можно сказать что первый пошел маленьким маленьким комом но все получилось посмотрите сейчас я покажу почему я спешила сделать именно эту прицепила свою медную пуговицу помните я показывала у меня 17 таких пуговиц ну я посмотрю может быть я ее сниму но мне захотелось чтобы она здесь была она как-то так вписывается мне кажется мне кажется что она вписывается у меня подобного цвета расшивка на платье и сюда будет приколота вот такая шикарная брошечка на себя на себя я не одену ее потому как у меня там платье расшито сейчас я приколю и посмотрим вместе смотрите я думаю симпатично будет смотреться прошу прощения я думаю будет симпатично смотреться так загадочно значит что сюда вмещается сюда вмещаются мои массивные ключи я беру с собой в этот раз маленький кошелечек и сюда вмещается мобилочка естественно сюда вместится еще пакет с салфетками и сюда поместится на помада расческу я как правило с собой не беру ой неудачно расположила кошелек только примеряла все прекрасно помещалось все сначала нужно положить телефон потом кошелек в принципе кошелек можно и не брать кошелек в принципе можно и не брать ну вот так вот видите все прекрасно на руке она у меня будет смотреть сейчас покажу обувь вот собственно видите собственно поэтому и им уже конечно очень много лет но они меня так выручают и вот так вот мы пойдем платье будет белое я все покажу решила снять в интерьере как смотрится видите пожалуйста если у кого-то такой интерьер по цветовой гамме то можно видите очень даже красиво оставить на вашем журнальном столике и будет вписываться шикарно посмотрите в любом интерьере какая красота с любым металлом как здорово подходит к любому интерьеру это косметичка эту серию я заканчиваю всех целую люблю обнимаю всех приглашаю к себе на канал подписывайтесь ставьте лайк и смотрите пожалуйста рекламу для меня это очень важно это помогает продвижению и развитию моего канала приглашаю почаще заходить ко мне на канал приглашайте своих гостей друзей делитесь в соц сетях все всем пока но это будет первая серия потом у меня еще две косметички которые мы тоже будем стекать и заканчивать и вот получится три серии всем пока ну и ну и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok